Он был на удивление тихим и незаметным для своего гигантского размера. Двигаясь вдоль горизонта, он выглядел как тень на фоне заходящего солнца. Увидев меня, существо остановилось и уставилось своей страшной головой в мою сторону. На голове монстра была куча блестящих белых глаз. Я был настолько в шоке, что никак не отреагировал на то, что существо по-звериному встало на четвереньки и бросилось в сторону дремучего леса. А перед началом видео подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы поддержать мой канал. Заранее спасибо и приятного просмотра. Трихет или деревоголовый – это гигантский двуногий гуманоид. Его тело максимально напоминает человеческое, за исключением некоторых особенностей. В некоторых местах его кожа настолько тонкая, что видны кости. Например, левая рука существа полностью скелетообразная. К сожалению, ничего нельзя сказать про правую, так как ее попросту не видно из-за силуэта. Также можно заметить, что у существа всего лишь четыре пальца. Самая интересная и страшная часть существа – это его голова. Точнее, это множество больших человеческих голов, переплетенных между собой длинными волосами. Собственно, это и придает существу вид типичного дерева. Отсюда и название монстра. На этих головах расположены светящиеся белым цветом глаза, которые постоянно смотрят в разные стороны. Помимо волос, на голове присутствуют какие-то отростки в виде щупалец, которыми существо может при желании шевелить. Хотя данному факту нет подтверждения, многие предполагают, что деревоголовый является членом гигантов Тревора Хендерсона, который, как и другие гиганты, имеющие щупальца, может доставлять достойных людей на небо. Помимо огромного роста, существо обладает идеальным зрением и может видеть на 360 градусов, благодаря большому количеству глаз, расположенных в хаотичном порядке. Несмотря на свой рост, он очень тихий и скрытный, а когда надо, существо становится на четвереньки и может быстро бегать, как зверь. Эта история произошла в 2016 году с мужчиной, отдыхавшим на берегу за городом. После того, как мужчина поставил палатку и уселся рыбачить за рекой со стороны леса, начали доноситься какие-то неестественные шорохи. Как будто что-то тяжелое и большое шагало вдоль леса. На самом деле, мужик не особо-то и обращал на это внимание, так как был сильно увлечен процессом рыбалки. Тем более, какая разница, что происходит на том берегу за несколько сотен метров от него. Рыбалка подходила к концу. На небе потихоньку опускались сумерки, а мужик сидел у костра, который приятно потрескивал и готовил уху с недавно наловленной рыбой. Решив как следует полюбоваться закатом, мужчина встал у весь рост и стал осматривать берег напротив, залитый желтым светом. Его внимание привлекла огромная фигура, которую он не видел на том месте раньше. Это было похоже на огромное существо. У мужика возникла только одна мысль. Как он не заметил эту громадину раньше? Существо, тоже увидев, что его заметили, встало на четвереньки и резко ускакало в лес. И тогда, осознав произошедшее, мужику действительно стало жутко. Но проблема заключалась в том, что машина была далеко, и уж точно на ночь глядя, мужчине меньше всего хотелось идти до нее с вещами по ночному лесу. Было решено погасить костер и переночевать в палатке, что, собственно, мужчина и сделал. Вот только ночью он так и не смог сомкнуть глаз, прислушиваясь к каждому ночному шороху. Дождавшись первого лучика солнца, мужчина по-быстрому собрался и уже хотел было уходить, как вдруг заметил в паре метров от своей палатки огромные следы, которые тянулись из самого леса. Мужчина дальше не помнил, как побежал через лес и оказался в машине. Но согласитесь, весьма жутко, когда что-то огромное тихо подкрадывается к тебе и просто наблюдает. Всю дорогу мужик нервно поглядывал в сторону отдаляющегося леса. И пару раз ему казалось, что он видел, как из вершин деревьев на миг появляется какая-то огромная фигура. Приехав домой и как следует выспавшись, мужчина подумал о том, что скорее всего это ему все привиделось. Но взяв свой телефон, он с ужасом увидел сфотанное на скорую руку существо, которое смотрело на него с другой стороны берега. Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли внизу под этим видео, а 6 рандомных комментариев попадут в начало следующего ролика. До новых встреч! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подпишись на Огонька!